И соблюдать завет мой, то будете моим уделом их всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля. Вот такое как бы послание Бог дает для народа израильского. Месседж очень короткий, очень понятный, очень ясный. Этот месседж говорит о том, что если они будут слушаться голоса Господа, что это значит слушаться голоса Господа? Как это значит? Что это значит слушаться голоса Господа? Господь сказал, а ты что сделал? Исполнил. Очень просто. Господь говорит, пойди и скажи народу израильскому, вы видели, что я сделал с египтянами? Я вас как бы на орлиных крыльях взял и привлек к себе. Я вас принес к себе. И так объяви им и скажи вот это мое послание, что если вы будете слушаться голоса моего, то вы будете особенным народом на этой земле. Вы будете у меня царством священников и народом святым. И вот Моисей берет эти слова Господни, седьмой стих говорит, и пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. Я хочу, чтобы вы представили вот эту ситуацию, в это собрание, которое было. Старейшины народа, это главы поколений. Сидят вот там такие, знаете, евреи прожженные, которых просто так на Маккине не проведешь, которые в пальцах чувствуют, сидят, знаете, там такие бородатые главы поколений, авторитетные люди, не просто авторитетные, главы поколений, их слушались в народе. Многотысячное народ израильский вышел, там поколения, различные родысти, сидят вот эти старейшины народа израильского, люди авторитетные. И Моисей говорит вот эти слова, которые Господь ему сказал передать. И вот смотрите, и весь народ отвечал, единогласно говоря, все, что сказал Господь, что сделаем? Исполним. И очень интересно, и донес Моисей слова народу Господу. То есть Господь, Моисей берет, приходит назад к Богу и говорит, вот я поговорил, у нас было вот такое собрание, вот такой митинг, и все единодушно сказали, все мы сделаем, все мы сделаем. Братья и сестры, какой у вас возникает мысль после вот того, что вы послушали? Вот что бы вы сделали? Вот, например, если бы, вот, я бы собрал моих детей, знаете, вот так сказал им, что вот такое я вам даю обетование, что если вы будете слушаться, я вам каждому по сто тысяч долларов дам, еще что-то сделаю, еще что-то сделаю, еще что-то сделаю. И они скажут, папа, папа, мы тебя будем слушаться, ну вот что ты не скажешь, мы тебя послушаемся. Как вы думаете, что бы я сделал? Проверил бы, правильно? Может, не сразу. Знаете, вот такой, как бы такой бы пыл, он бы спал немножко, такой ажиотаж, а на следующий день я их бы проверил. Я бы кому-то из моих сыновей или дочерей сказал, вот, знаешь что, вот сделай вот это. Потому что вчера же только вы мне так говорили, единодушно, все, что ты, папа, нам скажешь, мы все сделаем, мы будем послушны, мы все исполним. И вот очень интересно, если вы читаете внимательно Писание, очень интересно, вы помните, что Бог их попросил сделать? Вот самое первое слово, или можно сказать, самая первая заповедь, после того, как он дал им эти такие высокие, великие обетования, рассказал все, что их он попросил сделать? Помните или нет, братья, сестры, читающие Писание? Как вы думаете, попросил он их, чтобы они там, не знаю, там большой жертвенник построили, золотой, огромный, две тысячи тельцов на нем, как бы, принесли в жертву. Что, какую он заповедь им дал? Очень интересно. На это никогда не обращал внимания, как только вот в последнее время Бог мне обратил на это внимание. Смотрите. И сказал Господь Моисею, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею, смотри, смотрите, пойди к народу и освети его сегодня и завтра. И вот ту заповедь, которую, самая первая заповедь, которую он дает народу, после того, как народ сказал все, что Господь повелел, повелит сделать, мы сделаем. Смотрите, он говорит четко, пусть вымоют одежды свои. А что это такое за слово, братья и сестры? Что это такое за заповедь? Пусть вымоют одежды свои. Почему он не сказал, о, хорошо, народ такой воодушевился, пусть построят мне жертвенник, пусть построят мне скинью, пусть построят мне храм, пусть принесут мне множество жертв, пусть не знаю еще что-то сделают. Он говорит им, пусть они вымоют свои одежды. И обратите внимание, братья и сестры, а что это такое вообще за слово? Он говорит им, пойди им, освяти этот народ. А как Моисей должен освятить этот народ? Что он должен сделать с этим народом? Как этот народ освятить? Что нужно сделать вообще? Покропить их и сопом, покропить их кровью, не знаю, елеем на них полить? Как он вообще, Моисей, должен освятить народ? Потому что Господь говорит, и сказал Господь Моисею, пойди к народу и освяти его сегодня и завтра. Как Моисей вообще освящал этот народ, вы знаете или нет? Да, так он сказал. Он пришел и сказал, Господь сказал, вымойте свои одежды. Ну да. Пришел Моисей и сказал, вымойте свои одежды. Вот такое слово. И что должен был народ делать? Вымыть свои одежды. Вымыть свои одежды. Чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь при глазах всего народа на гору Синай. Я пропускаю два стиха, 14 стих. И сошел Моисей из горы к народу и освятил народ. И написано, и они вымили одежду свою. Что это значит вообще, если мы рассуждаем, мы же, конечно, не евреи, одежду мы стираем в стиральных машинах, но что это слово должно нам сказать, братья и сестры. Надо вымыть свои одежды, правильно? Надо омыться в крови Иисуса. Смотрите, очень интересно, брат перед мною проповедовал, и вот говорил такие слова, что желание, просто иметь желание, оно как бы, оно хорошо, что есть желание, но мало. Нужно еще что-то, что сделать? Действовать. И вот знаете, друзья мои, у нас всех есть вот желание к святости. Есть у нас желание к святости. И все мы осознаем свою греховную природу, мы осознаем или нет. Мы все видим и замечаем и понимаем те моменты, когда мы до стандартов Божьей святости, мы что делаем? Не дотягиваем. И вот что мы делаем в таких молитвах, которые совершаются, когда присутствие Господнее вот есть, что мы делаем, какая у нас молитва? Господи, помилуй, Господи, прости, Господи, что сделай? Освяти. И вот где-то во внутренности своей мы получаем какое-то действие Божьей благодати, мы переживаем, что Господь нам близко, мы переживаем наполнение Духом Святым, мы переживаем вот эту близость Божью, помазание Господнее переживаем, радость переживаем, и что мы делаем после этого? Мы успокаиваемся, братья и сестры, мы успокаиваемся, мы думаем, что все, нас Господь принял, и действительно, Он нас принимает, но мы не сделали освящение, мы не вымыли свои одежды, братья и сестры, мы просто положились на действие Божьей благодати, и вот это действие Божьей благодати, оно проговорило сердце нашему, что ты есть дитя Божье, потому что так написано, что сам сей Дух, Он свидетельствует Духу нашему, что мы есть дети Божьи, то есть Бог нам сказал, что мы его есть дети, но мы, если в наше есть желание святости, мы должны что-то сделать, братья и сестры, что-то сделать, просто действия Божьей благодати мало, Дух Святой Он приходит для того, чтобы нас побудить на что-то, чтобы нас подвинуть на что-то, и знаете, братья и сестры, я вот так рассуждал, когда я молился и думал, знаете, я вот так вижу, замечаю практическую сторону, те, которые не получали долго крещение Духом Святым, они исповедуются и сразу получают крещение Духом Святым, те, которые не и получают исполнение Духом Святым, а я думаю, что если бы вот мы, братья, которые, вот знаете, так громко молимся, а если бы мы еще больше исповедовались и очищали, умывали одежды свои, что бы было? А я считаю, что было бы еще больше действия благодати Божьей. А так, знаете, что происходит? Мы молимся, ощущаем благодать Божью, успокоились и дальше пошли, не задумываясь глубоко о том, что нам нужно умывать свои одежды. А что такое умыть одежды наши? Умыть одежды наши, это действительно исповедаться, совершить исповедание. А знаете, друзья, как получается? Получается, мы подобны, знаете, маленьким детям. Вот маленькие дети, они не моют одежды свои. Для маленьких детей кто-то моет одежды, правильно? Вот маленький ребенок, он там, как бы, ну, как-то загрязнился, он плакать начинает. Мама или папа приходит и начинает его что? И мыть, и передевать, и одежды ему стирать. И вот так мы перед Богом, как эти маленькие дети, знаете, загрязнились, начинаем плакать, вау, 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 и приходит Господь, и нам что-то делает, и передевает. И вот мы в таком положении младенчества остаемся в Иисусе Христе длительные годы, 10, 20, 30, 40, 50 лет. Мы подобны этим младенцам, которым нужно приходить, которых нужно мыть, которых нужно передевать, одежды которых нужно стирать, и никогда мы не приходим в такое как бы сознательное положение и состояние перед Богом, когда ты сам должен начинать умывать свои одежды. А знаете, что умывать одежды свои? Умывать одежды свои, сначала эти одежды из себя нужно что? Сбросить. Вот это тоже исповедание, братья и сестры, потому что во время исповедания ты в какой-то мере обнажаешься перед тем человеком, при котором ты совершаешь это исповедание, а нам обнажаться, знаете, как-то так очень стыдно. Мы находимся в этих своих одеждах, мы носим эти свои одежды, вот эти праведности своей собственной, какие-то одежды своих пониманий, какие-то одежды своих каких-то познаний, еще чего-то, нам приятно в этом, мы с этим срослись, они для нас близкие, мы считаем, что это хорошо, мы считаем, что это правильно, но никогда не задумываемся о том, что пред Богом хорошо, и что пред Богом правильно, как брат перед мной проповедовал, никогда мы не задаем такой вопрос, не спрашиваем Господа, а что такое необходимо, а что может быть не нужно в жизни моей, а от чего нужно отречься, а что нужно оставить в жизни своей, никогда мы не задаем такие вопросы пред Богом, и Вы знаете, никогда мы как бы не стираем, не умываем эти свои одежды. Кто-то может быть умывает, но в основной массе свои братья и сестры, если честно признаться, не умываем. Не умываем. До конца не открываемся. До конца не открываемся. Носим в глубине своей души, носим в глубине своих сердец. Складываем туда на протяжении длительного времени. И все равно до каких-то сокровенных уголков души своей мы не даем, чтобы Господь туда пришел благодатью Духа Своего Святого. Мы не открываем эти тайники своего сердца. Мы не открываем тайники своей души. Не открываем, чтобы Господь туда пришел, потому что может быть что-то постыдное. Потому что может быть что-то грязное. Потому что может быть еще что-то ужасное. И мы боимся этого, не понимая, что если мы его будем носить, Это будет ноша наша Это тяжесть Зачем нам тяжести, братья и сестры? Зачем нам тяжести, братья и сестры? Зачем нам ноши наши, которые мы носим? Зачем нам эти все бремена, которые мы сами на себя налагаем? Зачем это все? Почему мы не хотим освободиться? Почему мы не хотим разгрузиться от всего этого? Братья и сестры, вы вспомните, когда вы только пришли к Господу Вспомните, когда вы только начали его познавать. Я вспоминаю очень прекрасно мое самое первое исповедание, которое я совершил в церкви. Я помню, как я пришел к брату-пресвятелю. Я помню, как ему я все рассказал. И я помню, как я домой летел как бы на крыльях. Потому что была абсолютная свобода. Полная свобода. Полная и абсолютная свобода. Никакой тяжести. Никакого стеснения в сердце. Никакого стеснения в духе. Никакого стеснения в душе. Абсолютная свобода. И в этом состоянии свободы ты можешь и молиться. Ты можешь и Господа славить. Ты можешь молиться долго. Ты можешь исполняться Духом Святым. Ты можешь напаяться Божьим благодатью. Его росою. Ты можешь принимать на себя его потоки благодати Божьей. Ты можешь укрепляться силою Своей, и в этом состоянии свободы Господь может употреблять тебя, как орудие в руке Своей, братья и сестры. Почему вы так мало, знаете, таких как бы действований Божьих в Церкви? Потому что все эти орудия или инструменты, которые должны работать, все они в какой-то мере к этой работе непригодны. А почему они непригодны? Потому что они неприготовлены. Господь, Он говорил через Моисея, Он послал к народу израильскому и сказал такие слова, приготовьтесь, приготовьтесь. И вот знаете, мы упываем так о благодать Божью, и мы не готовимся. Не готовимся, братья и сестры, не приготовляемся. Мы, как эти маленькие дети, мы рассуждаем наши размышления на уровне вот этого младенчества, что мы придем и каким-то образом оно все совершится, оно все устроится. И да, братья и сестры, по благодати Божьей, по милости Божьей, оно совершается. На каком-то определенном уровне оно устрояется. Но всегда в Иисусе Христе есть больше. Желаете ли вы этого большего? Если вы желаете этого большего, приготовляйте себя. Приготовляйте себя и умывайте свои одежды, братья и сестры. И не стыдитесь, может, где-то в чем-то обнажиться и открыть душу свою, и открыть сердце свое. Потому что если вы это сделаете, вы получите от Господа свободу. Вы получите от Господа благословение. Такая моя проповедь короткая. И знаете, как брат передо мною, он говорит, я даже не знаю, как молиться. Или о чем молиться. Но Писание говорит, если мы не знаем, о чем молиться и как должно, то нам нужно молиться как? Духом. Давайте мы преклоним наши колена и Духом помолимся. Духом помолимся.